Сегодняшнее место из Писания это Иоанна, 9 глава, стихи с 1 по 12. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может ничего делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он, а иные, похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Благословите друг друга. Давайте наслаждаться миром Божьим, мы благовестники, спасающие эту эпоху. И давайте вместе унаследуем ту землю, которую Бог дал нам в наследие. И пусть это короткое время, время богослужения, пусть это станет временем, когда откроются наши духовные глаза, и когда мы получим силу для того, чтобы в течение недели идти, следуя за Христом. На прошлой неделе у нас проходил кэмп, кэмп проповедования на базе нашей церкви. И не только наша церковь, но около больше, чем 400 человек вместе собрались, молились, и вместе, получая водительство Божье, участвовали в этом кэмпе. И были местодействия, и есть также те местодействия, которые были приготовлены для нас Богом, и мы смогли убедиться в тех ответах, которые Бог приготовил, также на этих местах действия. И были также люди, конечно же, которых Бог приготовил, которые приняли Евангелие. Открылись также двери для того, чтобы уже поставить в некоторых местах поместные церкви. И даже горницы новые открылись. И, конечно же, это радостно, когда мы видим, что открываются двери проповедования. Но, опять-таки, нам с вами необходимо понимать, что это даже не от нас, не от нашего усилия, это все есть в расписании Божьем. И самое главное, что зависит от нас, это быть в нужное время, быть на нужном месте действия, которое Бог приготовил. И если мы находимся в течение Слова, которое Бог, в течение послания, которое Бог дает, то мы будем также становиться свидетелями совершения Слова Божьего. И в течение прошлого месяца мы с вами говорили о тех трех делах, которые прежде всего сделал Иисус после Своего воскресения. Это и о том, чтобы дать исцеление, о том, чтобы дать также силу, и также, чтобы помочь смотреть духовными глазами на места действия. Поэтому сегодняшнее также послание мы с вами будем говорить о том, чтобы смотреть на места действия, смотреть на реальность, в которую мы живем, смотреть духовными глазами. И если смотреть духовными глазами на места действия, то будут такие же ответы приходить, как мы видим в жизни Петра и Иоанна произошло, когда они посмотрели действительно духовными глазами, другими глазами на храмового, который сидел у ворот храма. И тогда Петр сказал, что золото-серебра нет у меня, но именем Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Потому что Он сказал, что имею, то даю. Поэтому это тоже для нас описано не для того, чтобы, конечно же, где мы будем видеть храмых, мы будем молиться и говорить, а они будут вставать и ходить. Здесь смысл для нас, такое тоже может, конечно же, произойти, но смысл здесь в том, чтобы, если мы будем смотреть на места действия духовными глазами, мы сможем увидеть то, что мы обычно не замечаем, то, чего мы обычно не видим, и что препятствует нам с вами также получать действительно ответ. Также я имел возможность принять участие в конференции в Гонконге, и если мы видим... Конечно же, Гонконг — это очень важное место действия, потому что в Гонконге есть возможность у христиан свободно проповедовать, свободно верить и оказывать влияние также и на Китай, который препятствует тому, чтобы по-настоящему свобода была для проповедования, и контролирует церковь, цензуру вводит. Но это все также возможность, чтобы действительно открылись и найти тех учеников, которых Бог приготовил, и мы видим, мы также, находясь на этом месте действия, находясь в Гонконге, мы увидели, что также верующие, которые там находятся, они также держатся за Слово, не просто слушают Слово, но они действительно размышляют над Словом, принимают это Слово, и мы видим, также увидели, что Слово Божье, то Слово, за которое они держатся, это приходит к совершению этого Слова. и такие ответы, которые приходят в их жизнь там, это то, что Бог прилагает для них тех учеников, которые, будучи даже не зная Евангелия, не зная даже Бога, совершенным образом приходят к Христу, приходят к заключению, что для меня в жизни действительно самое важное – это Христос, и они принимают решение посвятить свою жизнь действительно служению Богу. кто-то даже, конечно, становится на путь, получив призвание быть пастором или же служителем, кто-то на своем месте действия, как учителя или работники, где бы кто ни был, они решают действительно жить для Царства Божьего. И вот это те ответы, которые невозможно красноречием каким-то получить или же предлагая какие-то выгоды какие-то людям. Это не из-за этого происходит. Поэтому мы с вами, смотря на мир, в котором мы живем, у нас есть три вида глаз, можно сказать, три взгляда, которыми мы смотрим на этот мир. Есть физические глаза наши, есть глаза нашей души и есть духовные глаза. Потому что чаще всего, конечно же, мы смотрим на этот мир нашими физическими глазами и глазами души, и поэтому мы можем быть обмануты, не видя духовной реальности, не понимая, откуда приходит, где берет начало свое. Вот те, та физическая реальность и те вещи, которые происходят на душевном, можно сказать, уровне, то есть это мысли людей, это чувства людей, это идеи, идеологии, даже религии, философии различные, и все, что нематериально. И вот если не понимать духовного, если не уметь духовного взгляда, то будет все заканчиваться на душевном, и тогда причиной проблем физических мы будем видеть людей и их решения, их мысли, и будет естественным образом конфликты происходить как в семье, так и в обществе, так и между странами. И поэтому нам очень важно для нас, чтобы наши духовные глаза были открыты, особенно ремнанты. Если мы живем в такой эпоху, когда действительно особенно важно смотреть духовно, потому что каким бы ни были яркими, как бы ни были открыты наши физические и душевные глаза, если не будут открыты духовные, то мы можем упустить то важное, что в нашей жизни Бог желает дать, Божий план. Поэтому дьявол пытается обмануть, заставить смотреть на все вещи через призму душевного и физического, через социальные медиа, через средства массовой информации, через все эти... все, что вообще есть сейчас в этом мире, через это все дьявол, конечно, пытается наш взгляд, чтобы наши духовные глаза были закрыты. Поэтому давайте посмотрим вначале люди, чьи духовные глаза закрыты. Кто эти люди? Если мы видим в отношении девятой главы, Иоанна мы сегодня читали, то как раз фарисеи, те люди, которые, казалось бы, на уровне физическом, на уровне знаний по сравнению с другими людьми, которые были в той эпоху, вместе с ними жили, конечно же, они были образованными, конечно же, они были людьми, и которые были такой, можно сказать, элитой даже этого мира, но по-настоящему их духовные глаза были закрыты. Первое, что нам необходимо посмотреть, это посмотреть на то, каким образом Бог сотворил человека. Мы были сотворены людьми, которые наслаждались прежде всего духовными благословениями, потому что мы были сотворены по образу и подобию Божьему. И Бог вдохнул дыхание жизни, и поэтому мы имели общение с Богом. Мы были творением, которому Бог дал всю власть над физическим миром. но что случилось дальше, мы видим, что духовные глаза были закрыты и открылись, не то чтобы открылись, но вся, правильно сказать, да, можно сказать, как бы открылись физические только глаза. Потому что до этого, до происшествий, до того, что случилось в Бытие 3 главе, это когда через дьявола люди были обольщены, они смотрели, и Адам и Иоанн смотрели на мир через призму физических, душевных и духовных глаз. Но когда закрылись их духовные глаза, то они стали смотреть на все с точки зрения, можно сказать, как мы и видим сейчас, то есть эгоцентризм, выгода, какие-то моменты, которые, не понимая связей по-настоящему. Потому что мир, в котором мы живем, это же не просто физический мир. Это мир, который постоянно связан физическим, душевным и духовным. Но если упускать вот эту духовность, то есть мы не сможем тогда связать вещи, понять, где связь, где логика по-настоящему. И мы будем обмануты, будем обвинять людей, будем обвинять себя и будем страдать. То, что происходит в этом мире и сейчас. Поэтому люди стали невежественны в отношении духовного мира, в отношении Бога, ангелов, дьявола и находятся в итоге в плену у сатаны, не способные понять духовную реальность. И судят по всему меркам, физическим и душевным. Поэтому мы видим эгоцентризм, материалоцентричность. Когда мы смотрим Бытие 6 глава, это говорит нам о том, что все сосредоточено на материальном. Ценность всего в этом мире измеряется в материальном. И даже людей, люди друг друга оценят, каким образом, успешным человеком кто является? Тот, который имеет богатство. Тот, который какую-то власть и положение, ну и, соответственно, это как бы ресурсом становится для того, чтобы иметь даже богатство материальное. Поэтому все начало быть связанным с физическим, либо же, как Бытие 11 глава, успех. То есть, опять-таки, и успех, и материально все, в принципе, связано и идет вместе. Поэтому что мы видим даже дальше происходит? Так как духовные глаза людей закрыты, то, несмотря на то, что закрыты, человек-то ведь является духовным существом. Поэтому что мы видим на местах действия, что мы видим в этом мире происходит? То, что люди подвергаются действию, сами того не осознавая, становятся просто иногда оружием в руках сил тьмы, становятся просто находятся под контролем идей, идеологий, каких-то знаний, которые становятся стандартом, которые становятся рамками определенные, становятся путем жизни. Поэтому Павел писал, что нам необходимо пленять, послушанию Христу. Нам необходимо вести духовную войну. Нам необходимо, чтобы все знания действительно дать настоящее знание, духовное знание, которое поможет освободить мысли, которое, по сути, поможет все что укоренилось в наших сердцах, все что укоренилось в сердцах людей в этом мире, чтобы это, чтобы действительно новое запечатленное, чтобы новое истинное знание пришло и укоренилось в жизни и в мыслях людей. Люди, когда мы видим также 12 стих, там сказано, что когда злой дух выходит из человека, то он уходит, он ходит по безводным местам, и когда возвращается, то находит дом чистым и пустым. и тогда он зовет еще других всем злейших бесов, злейших духов, и тому человеку становится еще хуже, чем было до этого. О чем это говорит? Это говорит о жизни людей, которые через определенные религиозные практики, через определенные учения пытаются привести в порядок свою жизнь, очистить себя, какие-то обрести необходимые, развить в себе необходимые навыки, но что мы видим в итоге? Мы в итоге видим, что так как и есть, как и мы в нашей жизни видим это все, то эти люди становятся либо же сама их жизнь приходит к поражению, либо же они становятся оружием в руках сил тьмы, они становятся теми, через которых дьявол, через которых дьявол работает, через которых совершаются дела, дела дьявола, и поэтому к сожалению, что мы видим, что через таких людей, через которых происходит внедрение ложных идеологий, ложных ценностей, ложного образа жизни, который является в корне своем эгоцентричным, материалоцентричным, успехоцентричным, то есть люди в итоге начинают жить таким же образом, путями, по путям мира этого. И даже, даже в церквях мы что видим, что происходит то, что в церкви либо же легализм, законничество, либо же это мистицизм, либо же это то, что в церквях акцент идет на социальном обеспечении, на делах, таких, которые, как помогать физически людям, но опускается, к сожалению, действительно, суть Евангелия. Поэтому, когда мы смотрим, читали сегодня 9 главу, что спрашивали у чинники у Иисуса Христа? то, что он родился слепым, это его грех, либо же это грех его родителей. И тут опять-таки мы видим, что понимание вообще и непонимание закона, тот закон, который был дан людям через Моисея, этот закон был дан не для того, чтобы соблюдая его, человек мог получить спасение, закон был дан для того, чтобы быть стандартом, чтобы увидеть свое состояние, что я несовершенный и я не могу своими силами быть совершенным. Но фарисеи использовали этот закон для того, чтобы в прямом даже смысле слова убивать людей, не только в духовном, но и в физическом даже уровне. И мы видим, что по-настоящему слепыми были именно фарисеи, которые осуждали даже Иисуса за то, что Он в субботу исцелил Иисуса, исцелил этого слепого, и они поэтому искали, чтобы обвинить Иисуса Христа, чтобы убить Иисуса Христа за то, что Он нарушил субботу, то есть Он в субботу исцелил человека, Он в субботу дал действительно ответ, который ответ жизни для человека, а они искали его, потому что он нарушил субботу. То есть мы видим, что даже в 18 стихе мы читаем, что когда они, иудеи, они не верили, что он был даже слеп, то есть они во всем начали сомневаться, и пока они не призвали его родителей и начали спрашивать у него, и когда даже, вторично даже сказано, они позвали этого человека и сказали ему, воздай, слава Богу, потому что мы знаем, что человек, который тебя исцелил, он грешник. Мы видим, что по их, они закон поставили превыше любви Божьей, превыше сути вообще Бога, и поэтому законом что начали делать? Законом они идут сами к смерти, к погибели и стали вести к погибели даже других людей. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами не были такими людьми, которые смотрят на все физическими глазами. и нам важно, чтобы мы с вами понимали, для чего закон Бог дал, для чего, в чем действительно проблема этого мира, откуда проблемы все, которые в этом мире есть, приходят, и люди, которые вокруг нас живут так же, чтобы мы могли понимать, почему они так поступают, почему то или иное действие происходит. Тогда мы не будем обманываться, тогда мы не будем впадать в искушение, мы не будем отчаиваться, потому что мы будем понимать и знать, что всемогущий Бог пребывает вместе со мной, и что Он дает мне силу превзойти все проблемы, которые бы не были. И поэтому, обращаясь снова к Писанию сегодняшнему, что мы видим, они говорят, что фарисеи, они говорят, мы не являемся ли ты учеником Его, а они же говорят, мы же являемся учениками Моисея. И то Евангелие, если даже, даже опять-таки, посмотрите, если бы они действительно, как Иисус говорил, если бы вы действительно были бы учениками Моисея, то вы бы веровали в Меня. Потому что Моисей писал о чем? Моисей писал в Бытие 3 глава 15 стих о семени жены. Моисей писал в Исход 3 глава 18 стих о жертве крови, в 21 главе 9 стихе числа он писал о бронзовом змее, который был на древе, и на который, посмотря, все получали исцеление и жили. То есть, посмотрите, вот это все то, что действительно не закон, цель была. То есть, закон, посмотрите, ведь дан был, сколько лет прошло после того, как Бог дал закон. И причина, для чего он дал закон, зная, зная израильтян, зная вообще понимание, понимая уже людей, для этого Бог дал. Для того, чтобы можно было прийти к пониманию, что через знание, через соблюдение закона мы своими силами не можем, потому что мы не являемся полноценными и совершенными без Бога, без Духа Божьего. И наш Дух, наши духовные глаза закрыты, и мы не можем принимать те решения даже, которые будут по-настоящему благими, хорошими и для меня, и для других людей. Поэтому и живем во грехе, потому что грех — это состояние, это не просто дела, которые делаем. Дела, которые делаем — это результат того, что мы живем во грехе. Вот это все то, о чем также показывал Моисей, это все то, что необходимо нам с вами хорошо понимать, чтобы мы также не впадали в заблуждение, что я могу потерять спасение, или же мне нужно что-то делать, так, чтобы совершить мое спасение. То есть вот эти все теории, версии, учения, которые не соответствуют действительно Библии, не соответствуют Евангелию. Поэтому тот человек, о котором мы сегодня слепы, чьи духовные глаза открылись, по-настоящему, конечно же, открылись его и физические глаза, но по-настоящему мы видим, что открылись его духовные глаза, потому что он уверовал в Иисуса Христа. Он уверовал, что Иисус является Христом и является Мессией. мы также видим в отношении в Писании людей, чьи духовные глаза открылись, и одним из таких людей был также Иисус Навин, потому что он был одним из тех соглядатая, которые пошли, которые увидели все эти местодействия, и он понял, что то Слово, что то обещание, которое Бог дал, несмотря ни на что, несмотря ни на какие бы сильные не были народности, что бы там ни случилось, Бог совершает Своё Слово. И Он смотрел не физическими глазами, Он смотрел духовными глазами. Поэтому Он держался за Слово, что всякое место, на которое ступит нога Моя, будет дано Мне. И Он стал новым лидером после Моисея. Поэтому, что написано? Что до Ни отходит книга закона от уст твоих, размышляй над ней день и ночь, и старайся исполнять все, что написано в ней. Тогда ты будешь благословенным и успешным. Поэтому Иисус Навин, Он придерживался этих слов. Он размышлял над Словом. Он следовал за Ковчегом Завета, следовал, то есть за Заветом, туда, куда Бог ввел. И Он пошел также для того, чтобы и Он, и Халев, чтобы завоевать ту землю, которую Бог дал им. Поэтому это те люди, чьи духовные глаза были открыты, которые не смотрели на физические обстоятельства, на наличие или отсутствие чего-то. Это были люди в Ветхом Завете, которые мы также читаем, которые понимали, что проблема — это не те условия, в которых я нахожусь. Проблема — это не люди вокруг меня. Проблема — это тот взгляд, которым я смотрю на этот мир и мое содержание, что внутри меня находится. Внутри меня Слово Божье, за которое я держусь и за которое является стандартом для меня. Либо же это мои мысли, либо же это слова людей, которые по сути являются либо же неверием, либо же тому, что никаким образом в действительности не дают силу, настоящую силу. И поэтому, имея то содержание, которое Бог желает, чтобы мы имели внутри нас, даст нам силу вести духовное духовное сражение. И, конечно же, мы, смотря также на сегодняшние места действия, которые есть у нас, которые связаны с нами, и посмотрите даже в отношении верующих, которые есть в Европе, и те, которые ремнанты, которые поехали на учебу, либо же на работу в Европу. Мы видим состояние людей, которые держатся за Слово, которые обретают силу через Слово Божье. И мы видим тех людей, поколения верующих, которые в Европе также, чьи родители верующие, и кто верующий, но которые находятся в бессильном состоянии духовном, следуя за течением уже, течением этого мира. И вот когда проходила также и конференция в Европе, мы также были возможностью ремнантов из разных стран в Европе встретиться вместе, в Голландии также, и поделиться теми свидетельствами, которые у них есть. Потому что, казалось бы, да, они-то в Европе находятся, но Европа это же не одна страна, это разные страны, и очень часто многие из них, они находятся одни на том месте действия, которое Бог им доверил. Но что мы видим, что они не на людей полагаются, они действительно полагаются на Бога. И даже такие ответы получаются, что через них одна из сестер, она получила ответ, что через нее даже действительно не просто несколько человек там, а открылась действительно церковь. И Бог прилагает людей не только как бы корейцев, которые могут быть этнические, потому что там в действительности она одна, а тех, которые... То есть, посмотрите, тут очень важно, что я хочу сказать, что важно то содержание, которое внутри нас есть, и в зависимости от этого содержания мы будем по-другому смотреть на местодействие и на мир. Посмотрите Иосиф. Опять-таки, если взять Ветхий Завет, то есть очень такой яркий пример для нас, если бы не то содержание внутреннее, которое было в Него, то есть, когда Он с детства понимал, что такое Божий Завет, что Бог пришлет Христа, и что Бог призвал израильский народ, что Он есть частью израильского народа, который должен возвещать эту новость другим людям, другим народностям. И поэтому Он понял, что Он является тем человеком, через которого Бог желает это совершать. Он держался за этот Завет. Поэтому Он пришел на те местодействия, которые Бог ему доверил в Египте, и получилось то, что мы видим. Также мы, смотрите, в отношении Египта дальше, и в отношении Иеговеды, матери Моисея. Она также понимала, что нужен не физический ответ какой-то. То есть, это не просто она хотела сохранить жизнь своего ребенка, что естественно, как мать. Она понимала, что нужен человек, который будет духовным лидером для Израиля. И поэтому Бог, Он сохранил Моисея, и поэтому Моисей попал в дворец фараона. Поэтому Он стал тем человеком, который написал в пяти книжке ту основу духовную для израильского народа. То есть, посмотрите, тут важно действительно наше содержание внутри нас. И кто совершает Слово, кто производит действие. Это Бог производит действие. Поэтому мы с вами становимся уже свидетелями, свидетелями того Слова, которое совершает Бог. Поэтому, читая сегодняшнее место из Писания, размышляя над этим так же, нам с вами важно быть теми людьми, молиться о том, чтобы мы были теми людьми, как этот слепой человек, у которого глаза открылись, чтобы наши духовные глаза открылись. Если мы посмотрим 9 глава, 35 стих, что там сказано? Когда Иисус услышал, что фарисеи выгнали Его за то, что Он не послушал их, но Он считал Иисуса Христа действительно не грешникам, а святым Божьим. И Он, найдя, сказал Ему, ты веруешь ли в Сына Божьего? И Он сказал, да, Господи, но кто Он, чтобы мне веровать в Него? Где Он? Иисус сказал, что ты видел Ты Его, и Он говорит с тобой. И что Он сказал? Верую. И поклонился Ему. Поэтому у Него не просто физические глаза открылись. Мы говорим о том, что у Него открылись духовные глаза. Глаза, которые дают возможность правильно смотреть на этот мир. Поэтому Иисус, Он пришел дать истинную свободу тем людям, которые были пленниками греха, которые являются еще даже в этом мире пленниками греха. И об этом Луки 4 глава 17-18 стих там что сказано? Как сказано было в книге пророка Исаии, он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу». И также и Марка 10 глава 45 стих сказано, что «Я пришел для того, чтобы служить, послужить людям». И Римлянам 8 глава 2 стих говорит о том, что те, кто во Христе Иисусе уже освобождены от закона духа, греха и смерти. Поэтому Иисус, Иоанна 14 глава 6 стих, Он сказал, что «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он пришел для того, чтобы помочь духовно слепым, чтобы открылись их духовные глаза. И Он пришел также, как истинный священник, как истинный пророк и как истинный царь. В 1 Иоанна 3, 8 и также Евреям 2 глава 14-15 стих, Он пришел для того, чтобы сокрушить дела дьявола. И так как сказано, чтобы Он пришел, что лишить силы имеющего державу смерти, то есть того, кто это есть, это есть дьявол, то есть того, кто держит в своих руках через грех людей и обманывает их, Он, Иисус Христос, Иисус Христос. Иисус Христос пришел для того, чтобы сокрушить эту нас. Потому что сказано, что Он прибудет вместе с нами. И мы являемся уже Храмом Божьим, 1 Коринфянам 3, 16, и нам дан Дух усыновления, и Он ведет нас через Слово Свое. Мы являемся детьми Божьими, которые получают водительство Словом Божьим. И что также самое важное, что Он сказал, что вы примите силу, когда сойдет Дух Святой на вас. Поэтому Иисус, когда Он, перед тем, как уже возвестись, Он в течение 40 дней учил учеников о Царстве Божьем. Он учил вам, чтобы у них открылись духовные глаза, чтобы они смотрели на этот мир не просто физическими глазами, а духовными глазами. И мы видим, что результат того и был. И даже Павел, писавший, что Царство Божье – это наше жительство, наше жительство на небесах. Поэтому они, верующие Первой Церкви, они не боялись гонений, они не боялись, как бы так сказать, боялись, но они имели силу превзойти вот этот физический страх и то, что у них не было финансов, не было ничего, казалось бы. Но Бог действовал силой великой через них и в их жизни. И когда мы видим также и Псалом 102, мы будем иметь возможность и силу определенную, и мы можем также иметь возможность видеть действия ангелов, которые на местах действия работают, которые на местах действия подготавливают встречи для нас, которые оберегают нас, которые ведут нас также в то место, где будет завершаться Слово Божье. Поэтому все эти ответы даны нам, потому что мы являемся чадами Божьими. И всемогущий Бог, Бог – Творец этого мира, Он является нашим Отцом, Духовным Отцом. И Он взял ответственность за нас. Поэтому нам важно доверить свою жизнь и уроки. Нам важно с вами не просто стараться своими силами сражаться в этом мире, чего-то добиваться. нам важно открыть свое сердце. Потому что чего больше всего желает Бог? Конечно, хорошо, мы приходим к Богу. «Бог, дай мне это, дай мне то». Как если, например, сын какого-то, сын, может быть, богатого человека, какого-то владельца предприятия или еще чего-то, скажем так, то есть того человека, который имеет финансы, возможность. Если сын будет приходить постоянно, «О, отец, дай мне деньги для того, дай мне деньги для того». Конечно же, это нормально отец будет давать, но что есть действительно желанием отца? Чтобы сын стал интересоваться тем делом, которое делает отец. И тогда, если сын будет делать то дело, которое делает отец, и будет заинтересован в том, чтобы в этом всем, то деньги и все, что необходимо для того, чтобы совершалось это дело и чтобы не иметь недостатка, они в чем будут естественным образом этому сыну будут даны. Поэтому точно так же и в нашей жизни нам не нужно с вами о чем-то беспокоиться. Нам нужно искать того, что угодно Богу, чтобы в нашей жизни восстановилось благословение бытия 27-й, 1-й главе 27-го стиха и 28-го стиха, потому что мы есть духовные существа прежде всего, и нам необходимо с вами наслаждаться счастьем в Боге и общением с ним. И Бог нас призвал быть источниками благословения для всего мира, не для того, чтобы мы своими силами как-то соревновались, с другими, а для того, чтобы мы наслаждались победой, которую Бог нам дал. Мы уже получили благословения и ответы, и победу. Нам лишь нужно прийти на те места действия, которые Бог нам доверил, и открыть эти благословения, убедиться в победе. Мы уже сражаемся сражением, в котором победа уже дана. Поэтому очень важно, чтобы мы могли восстановить в нашей жизни даже пять минут утренней молитвы, духовного саммита своеобразного, чтобы мы могли себе сами напомнить, кто мы есть. Чтобы я мог напомнить, что я сам себе, я есть чадо Божье. Я есть тот, которого Бог призвал в свой чудный свет. И Бог сказал, что я есть тот из народа Божьего. И Бог призвал меня быть царственным священником на моих местах действия, быть источником благословения. Даже пять минут этого достаточно, чтобы наши духовные глаза открылись. И тогда мы сможем в течение дня на обстоятельства, на встречи по-другому смотреть. Мы сможем увидеть Божий план в этих всех обстоятельствах и ситуациях. И ведь если мы действительно откроем духовные глаза, то мы не будем обманываться обстоятельствами и словами людей, что бы ни происходило. И тогда в конце дня мы сможем убедиться в тех ответах, которые Бог нам дал. И тогда мы сможем, сама по себе наша жизнь, наш образ жизни будет становиться уже духовным шедевром определенным. Потому что через нас будет происходить действие спасения, оживотворение, мест действий, людей. Поэтому давайте с вами наслаждаться. Ведь Иисус сказал, что мы свет миру. Мы соль, как бы соль для этого мира. Мы царственное священство. Мы посланники Божьи, как послы, которые здесь, на этой земле, посланы. Потому что наше жительство на небесах. Мы на этой земле находимся не для того, чтобы собирать сокровища какие-то физические, но наше сокровище, сокровище нетленное на небесах. И это есть души спасенных людей, души людей, за которых мы молимся, души людей, которым мы имеем возможность посеять Слово Божье. Поэтому мы говорим с начала этого года о том, что нам необходимо поставить башню молитвы, башню проповедования на наших местах действия, чтобы стоять как страж молитвы. Благословляю всех нас, чтобы мы наслаждались этим благословением. И сегодняшнее прославление – это «Мы – народ Завета Божьего». Давайте также посмотрим на наши духовные, как это наша тема молитвы. Мы помолимся, чтобы действительно мы могли смотреть на мир духовными глазами. Спасибо.